Это определенно самая большая планета из когда-либо обнаруженных. Исследователи NASA только что объявили, что эта планета на самом деле невозможна, но она действительно существует. Планета Бет Центавра Б существует, и она превосходит все, что мы считали возможным в астрономии. С открытием этого гиганта мы снова столкнулись с большим вопросом о том, что действительно возможно в этой Вселенной. Кажется, будто Вселенная постоянно сталкивает нас с экстремальными открытиями, новыми сверхвозможностями и неразрешимыми загадками. Центавр Б не только взрывает все, что было раньше по своим размерам. Эта невероятная планета также вращается вокруг двух самых безумных и смертоносных звезд в известной нам Вселенной. Юпитер – самая большая планета в нашей Солнечной системе. Более 1300 раз наша маленькая Земля поместилась бы внутри газового гиганта. А теперь представьте, что Бет Центавра Б более чем в 10 раз больше нашего Юпитера. Эта планета не только самая большая из когда-либо обнаруженных нами, но и самая массивная, потому что она вращается вокруг двух чрезвычайно горячих звезд типа Б, которые являются одними из самых массивных и ярких звезд Вселенной. Окружающая среда вокруг этих звезд настолько неблагоприятна из-за сильной радиации экстремальных температур, что существование этой гигантской планеты – настоящее чудо. Бет Центавра Б была обнаружена международной группой астрономов, занимающихся поиском экзопланет с помощью очень большого телескопа Европейской Южной обсерватории в Чилийской пустыне Атакама. Очень большой телескоп – один из самых современных оптических телескопов в мире, позволяющий наблюдать за далекими планетами в видимом и инфракрасном свете. Благодаря этой технологии мы можем обнаруживать небольшие объекты, такие как экзопланеты в просторах космоса с исключительной четкостью и детальностью. Впервые об открытии Бет Центавра Б было объявлено в декабре 2021 года. Открытие стало не только настоящим сюрпризом с точки зрения размера планеты, но и важным прорывом в изучении экзопланет, существующих в системах с несколькими звездами. В нашей системе есть только одна звезда, поэтому планеты вращаются вокруг центра в определенном порядке. В кратных звездных системах есть две, три или даже четыре звезды, которые вращаются друг вокруг друга, а их планеты вокруг центральной звезды, к которой они принадлежат. Вы можете себе представить, что это приводит к появлению интересных созвездий, что в таких системах больше путаницы, а планеты подвержены более экстремальным взаимным влиянием. Похоже, что Бет Центавра Б единственная экзопланета в своей звездной системе, и это неудивительно, ведь окружение звезд не назовешь гостеприимным. Как могла образоваться планета? Захватывающий вопрос, связанный с этой необычной экзопланетой, заключается в том, как она вообще смогла сформироваться в таком негостеприимном месте. Планетам всегда предшествует звезда или, как в случае с бинарной звездной системой, две звезды. По мнению современных астрономов, звезды образуются из сгущающихся газовых облаков. Остатки газа и пыли остаются вокруг молодых звезд в виде вращающихся дисков, в которых затем могут формироваться планеты. Однако у очень горячих звезд, таких как Бет Центавра, излучение звезды обычно быстро разрушает оставшийся диск, поэтому планеты не образуются. Так что же такого особенного было в Бет Центавра, что позволило сформироваться планете до еще такого огромного размера. В Большом газовом облаке, в котором сформировалась система Бет Центавра, должна была существовать дополнительная плотная область, которая каким-то образом выдерживала экстремальное излучение молодых звезд, и именно в этой особой области сформировалась единственная и гигантская экзопланета в системе. Специалисты также объясняют образование Бет Центавра-Б как непосредственный реликт нестабильности диска, напоминающий драматическое и жестокое событие. В этом процессе протопланетный диск, вращающийся вокруг звезды, охлаждается и гравитационно распадается на один или несколько фрагментов планетарного размера. Вместо того, чтобы постепенно развиваться из небольшого ядра, накапливающего вещество и газ, планета здесь формируется практически в быстром процессе в экстремальных условиях. Такой тип формирования планет контрастирует с более традиционной моделью аккреции ядра, в которой планеты развиваются снизу вверх, накапливая все больше и больше материала из своего окружения. Дисковая нестабильность предлагает альтернативное объяснение того, как крупные газовые гиганты, такие как Бет Центавра-Б, могут формироваться в системе, которая на самом деле считается совершенно неблагоприятной для образования планет из-за интенсивного излучения и огромных гравитационных сил, близлежащих массивных звезд. Кажется, что в нашем космосе нет ничего невозможного, и мы можем только удивляться тому, как Вселенная находит способы создавать причудливые объекты, огромные планеты и другие диковинки. В связи с этими революционными открытиями астрономам пришлось признать, что долгое время они имели слишком узкое представление о том, как формируются и как не формируются планеты, основываясь на нашей собственной Солнечной системе. Похоже, наша Вселенная действительно постоянно вводит исследователей за нос и заставляет их с очарованием осознавать, что, несмотря на интенсивные исследования, они все еще только царапают поверхность того, что действительно лежит в необъятном космосе. Альфа-Центавра и Б-Центавра – есть ли связь? Возможно, вы знакомы с системой Центавра совсем с другой стороны. Альфа-Центавра – ближайшая к нам звездная система. Всего в 4,3 световых годах от нас три звезды вращаются вокруг общего центра. Не так давно исследователи считали, что Альфа-Центавра – это одиночная звезда, пока более совершенные телескопы не показали, что это двойная звезда. Чуть позже была обнаружена третья звезда – проксима Центавра. Вместе эта тройная система образует нашу ближайшую космическую окрестность, и мы уже нашли там несколько экзопланет. Одна из них может даже напоминать нашу Землю. Система Б-Центавра – вторая звездная система, открытая в созвездии Центавра. Несмотря на схожесть названий и соседство в одной области созвездия, Б-Центавра и Альфа-Центавра не связаны между собой. Б-Центавра представляет собой гораздо более удаленную и более массивную бинарную звездную систему, поэтому сходство названий обусловлено только их расположением в одном регионе созвездий. Также не стоит путать Б-Центавра с Б-Центавра. Эта звезда, также официально известная как Хадар или Агена, является еще одной заметной кратной звездной системой в Центавре и удалена от Земли примерно на 390 световых лет. Б-Центавра – одна из самых ярких звезд на ночном небе, и любители астрономии знают ее как часть Южного Креста. Вернемся к Б-Центавра и ее поразительной паре чрезвычайно горячих звезд Б-типа. Эти звезды известны своей большой массой и интенсивным излучением, обусловленным экстремальными выбросами ультрафиолетовых и рентгеновских лучей. Звезды Б-типа – одни из самых массивных и светящихся звезд во Вселенной, что, естественно, делает их особенно интересными объектами для изучения астрономами. Фактически окружающая среда вокруг пары звезд Б-Центавра настолько экстремальна, что там не должно быть планет. Интенсивное излучение этих звезд часто считается настолько агрессивным и разрушительным для формирования планетарных атмосфер, что существование экзопланеты Б-Центавра-Б является поистине фантастическим. Мы уже рассматривали, как Б-Центавра-Б могла сформироваться в экстремальных условиях. Исследователи считают, что эта планета смогла выжить только потому, что сейчас она вращается по орбите далеко от центра звезды. Расстояние между ней и центральными звездами в среднем в сто раз больше, чем расстояние между Юпитером и Солнцем. Дальняя орбита, очевидно, достаточно эффективно защищает планету от интенсивного излучения. Миры крайностей Экзопланеты-Супермены Таким образом, Б-Центавра-Б это настоящая особенность. Но мы все еще далеки от понимания того, действительно ли это самая большая экзопланета во Вселенной. На данный момент нам известно чуть более 5000 экзопланет, что, вероятно, составляет ничтожный процент по сравнению с реальным количеством планет в известной Вселенной. Хотя на данный момент нам известно лишь небольшое количество этих миров, мы уже нашли столько экстремальных планет, что от вида Вселенной у нас по спине бегут мурашки. Космос полон чудес, красок и красоты, но он также является домом для экстремалов и мест настолько смертоносных, что мы даже не можем себе представить. HD 189733-B — один из таких кандидатов. Этот далекий мир известен в частности своими экстремальными погодными условиями, которые приносят штормы со скоростью более 7000 км в час. Но это еще не все, что действительно круто на этой планете. Дождь из жидкого стекла, который образуется из-за чрезвычайно высоких температур и быстрых ветров в атмосфере, просто ужасает. Глубокий синий цвет, вызванный рассеянным силикатом в атмосфере, делает HD 189733-B визуально привлекательной и уникальной. Но давайте будем честными, никто не захочет останавливаться здесь во время путешествия во Вселенной. Когда речь заходит об экстремальных мирах, нельзя упомянуть Кеплер-10си. Исследователи в шутку называют это экзопланету Годзиллой Земли. Диаметр Кеплер-10си почти в два раза превышает диаметр Земли, а масса может быть в 17 раз больше, что полностью переворачивает наше представление о каменистых мирах. Ее плотность указывает на то, что она в основном каменистая, что делает ее загадкой, поскольку такая масса также раздвигает границы того, что мы знаем о формировании планет. ВАСП-12b – еще один замечательный кандидат среди экстремальных экзопланет. Она вращается по орбите так близко к своей звезде, что это юпитероподобная планета, горяча как кипящий ад. Год на горячем Юпитере длится меньше, чем один земной день. Полная противоположность – OGLE2005BLG390LB, который является одной из самых холодных каменистых планет во Вселенной. Температура на всей планете настолько низкая, что там не может жить никто и ничто, и она вращается в одиночестве. В настоящее время исследователи не уверены, действительно ли OGLE2005BLG390LB родилась в прямой последовательности звездообразования в той же системе, или же ледяная одинокая планета была захвачена этой звездой в какой-то момент, как бродячая планета и привязана к ней. Одна из планет, которая все это взорвала – J1407B, также известная как СуперСатурн. У этой экзопланеты есть система колец, по сравнению с которой наш Сатурн выглядит бледно. Представьте себе, если бы мы только перенесли кольца этой экзопланеты в нашу Солнечную систему, мы могли бы легко увидеть их своими глазами Земли. Однако гравитационное притяжение планеты с ее огромными кольцами настолько велико, что мы предпочли бы не находиться в непосредственной близости от нее. Это еще одно чудо нашей Вселенной, как образовалась эта гигантская система колец. Все эти открытия – еще один впечатляющий пример невероятной красоты и чрезвычайного разнообразия нашей Вселенной. Нажмите на кнопку подписки и будьте в курсе каждого нового видео.